Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Чем занимаются старшие по домам? Какие вопросы они могут решить? Об этом говорим сегодня в нашей студии руководитель ассоциации ТСЖ, ЖСК и Советов многоквартирных домов Самарской области Ирина Качуева. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Давайте начнем с элементарного. Как выбираются старшие по домам, председатели Советов МКД? Потому что кажется, что не так много желающих и вообще какая-то процедура. Конечно, здесь надо абсолютно логично, правильный вопрос разделить на две части. А с одной стороны, как это выбирается, с другой стороны, кто хочет или становится старшим по домам. Или, знаете, зачастую меня поправляют женщины, потому что в основе своей все-таки старшие по домам это женщины. Они говорят, а мы далеко не старшие. Мы председатели Советов многоквартирных домов. И правильно будет именно председатели Советов многоквартирных домов. Да, выбираются они общим собранием собственников. Собственники определяют из тех людей, кто захотел стать председателем многоквартирного дома, председателем Совета многоквартирного дома. И вы знаете, здесь, конечно, ситуация очень интересная. С каждым годом, мы занимаемся этим вопросом уже больше пяти лет, активация этих процессов началась последние два года, и, конечно, количество председателей многоквартирных домов, советов многоквартирных домов стало значительно больше. И самое главное, что они есть не просто на бумаге, как привыкли считать, кто-то председатель, кто-то не председатель, а именно фактические люди, кто так или иначе участвуют в жизни дома. Конечно, степень участия у каждого председателя, она разная. Кто-то реально знает о своем доме все, практически начиная от подвала, заканчивая... Конечно, конечно, да. Где-то председатели меняются очень часто, и это зачастую касается домов, в том числе и новых, там, где пока еще делить уже еще нечего, но уже как бы особой ответственности нет. Поэтому, конечно, председатель старшего по дому, председатель многоквартирного дома выбирает общее собрание собственников, это выносится протокольно, то есть это некий документ под названием протокол собрания, общего собрания собственников. И именно председатель многоквартирного дома, совет многоквартирного дома имеет полное право подставлять интересы собственников. Как то, именно в взаимоотношениях с фондом капитального жилья, когда происходит ремонт, с управляющей организацией, когда происходит такой же ремонт, только текущий. И именно, опять же-таки, когда у нас идет обслуживание многоквартирного дома, общаться с каждым ни одна управляющая организация не будет. А обсуждать вопросы и принимать решения все собственники должны сообща на общем собрании, делегировать эти полномочия правлению и председателю, соответственно, совету дома и председателю совету дома. Но есть же такие дома, где нет председателей. Да, конечно, их очень много. Их много, а вот если в процентном отношении, чтобы мы понимали картину, можно сказать? Вы здесь знаете, ситуация очень интересная. То есть сейчас как раз мы занимаемся уже почти там вот в ноябре будет, ну, года еще не будет, ну, 9 месяцев, наверное, там, 8 месяцев, когда мы занимаемся выверкой председателей Совета многоквартирных домов в разрезе того, что фактически на бумаге у нас с вами покрыты все 100% многоквартирных домов. Да, это есть. Потому что это в свое время было требование законов и 185-го, и по капитальному ремонту, ну, опять же, не буду рассказывать, какие нормативные акты к этому призывали делать. Однако, когда мы сейчас производим выверку, то есть именно выверку председателя путем прозвона, путем понимания, а есть этот председатель или нет этого председателя, есть совет дома или нет совета дома, то здесь можно говорить о том, что в Самаре где-то приблизительно покрытие порядка 80% более-менее. То есть активных, конечно, где-то 60%, не больше процентов, не больше, ну, там 62,5% мы считали. Если взять Сызрань, то там очень интересная ситуация, там вот как раз пошел разлом по председателям Советам домов, когда двоевластие есть во многих многоквартирных домах, да, это деньги, живые деньги, извините. Конечно, Тольятти, там они достаточно неплохо работают, это где-то уже к 90, наверное, процентов. Естественно, лидер, почему естественно, потому что от них меньше всех и обращений в этой качестве, и вопросов меньше. Это Новокуйбышевск, где местная власть абсолютно спокойно выстроила работу с общественными советами микрорайонов и с председателями советов, и там они есть все, они есть все абсолютно. И люди понимают, куда идти, как идти, и это видно даже по результатам фактической отработки обращений, когда там меньше всех запвопросов. А в рамках президентских грантов мы отрабатываем, извините, всю Самарскую область. Я не буду сейчас уходить уже в районы, там Ставропольский, Шигонский, и опять же такие, если смотреть районы, там Камышла, там практически, ну что там, там многоквартирных домов как таковых нет. Если же смотреть Нефтегорский район, то да, там действительно в городе Нефтегорск много многоквартирных домов, и там тоже покрытие больше. Если говорить все-таки не о количественном вот этом аспекте, а о качественном, что должен знать, уметь председатель Совета многоквартирного дома, как он обучается, в общем, какие навыки, и как вы с этим работаете? Работаете ли вы с тем, чтобы они в качественном отношении были лучше все-таки? Конечно, прежде всего надо понимать, что председатель многоквартирного дома, Совет многоквартирного дома, он, естественно, должен быть грамотным человеком, Здесь имеет смысл разделить председателя квартирных домов, советов и председателя ТСЖ и ЖСК. Это разные категории. Председатели ТСЖ и ЖСК намного грамотнее и сильнее, и там действительно понимание есть полное. Обучение проводится достаточно много. Очень активно эту работу ведет, в том числе, общественная палата Самарской области и общественная палата муниципальных образований. Другой вопрос, что это обучение не носит сквозного характера. То есть есть некие проблемы, которые решаются. Есть некие вопросы, которые обсуждаются, как с ними жить. А вот чтобы это носило характер сквозного обучения, то есть азы, кто такой председатель, как выбирать, какие права и обязанности, что мне делать, если со мной не считаются. Потому что в основе своей виды давайте будем смотреть очень просто. Многоквартирный дом – это, по сути, акционерное общество, потому что у нас все с вами сейчас квартиры приватизированы. Большинство квартир приватизировано. И вот, извините, как жить и работать с таким акционерным обществом, и должен понимать председатель многоквартирного дома, совета, когда у нас каждый собственник является собственником части своих акций, ну как на заводе, своими квадратными метрами. А если мы с вами посчитаем денежный оборот по каждому многоквартирному дому, или в рамках всей, там, уже теперь Самарской области, если смотреть, то цифры очень серьезные, очень серьезные. И, конечно, необходимость научить председателей и именно выстроить их как отдельный именно слой, класс – это очень интересная задача. То есть сейчас у нас, нами как ассоциация будет проводиться проект, мы выиграли президентский грант, онлайн-школу молодого правдома. Когда мы хотим научить именно молодых управдомов, то есть ту самую молодежь, которая сейчас зачастую не понимает, что они собственники в приватизированных квартирах, и они не знают, что с этим делать, за них платят родители. А через пять лет они начнут платить сами. И не только ипотеку, но в том числе еще и затраты по ЖКХ. То есть все привыкли сейчас, что у молодежи есть ипотека, а вот что еще за квартиру платить? И вот эти проблемы как раз поднимают очень новый срез и новый пласт вообще нашей с вами обычной жизни, когда мы зачастую не понимаем, что ЖКХ давным-давно перестала быть социалкой. Это обычный бизнес. И, товарищи-собственники, если мы с вами в этом бизнесе научимся разбираться, то как минимум мы сэкономим, а как максимум еще и заработаем. А какое отношение председатель Совета МКД имеет к деньгам? Он с ними соприкасается? Напрямую, конечно, нет. Хотя норма права и жилищный кодекс, и другие нормативные акты говорят о том, что это возможно. И у нас были ситуации, есть мы сейчас уже разработали договор на управление с участием многоквартирного председателя Совета. Есть ситуации, когда собственники готовы оплачивать небольшие, конечно же, деньги, 20-30 копеек, 50 копеек с квадратного метра, хотя в цифрах это получаются нормальные деньги. А управляющие организации отказываются оплачивать председателя многоквартирных домов. Конечно, мы эту нормативную базу проработали, рекомендуем сейчас уже для многих управляющих организаций. А если говорить о деньгах, очень просто. Если будет контроль за деньгами в многоквартирном доме, то фактически у нас с вами начинается, еще раз повторюсь, экономия, а может быть даже, извините, понимание зарабатывания. Потому что именно председатель дома, может быть, многоквартирного дома, совета дома, может быть, уполномочен от имени собственников сдавать в аренду фасады, крыши, подвалы, получать денежные средства и тратить их, исходя из того, как ему сказали собственники. Если у нас с вами это пока в настоящий момент не работает, то нормы-то есть. Это живые деньги. Если мы с вами пересчитаем сейчас на наших фасадах, у многих есть на фасадах реклама, но кто получает за это деньги? Куда они идут? Куда идут деньги с лифтов? Это большой-большой вопрос. И секрет даже. Поэтому вот с этим секретом нам вместе с председателями ближайшие, я думаю, полгода и разбираться. Потому что понять, куда уходят деньги. Да, вот вопрос, вот в чем интерес председателя Совета МКД? Почему они берутся за такую работу общественную, за которую материального вознаграждения они не получают? Вы знаете, здесь ответ и простой, и сложный. Я, наверное, в данном случае начну практически чуть ли не с себя. Мой интерес к сфере ЖКХ возник еще в глубоких двухтысячных, когда возникла возможность решить жилищный вопрос лично у меня при помощи родителей. И мы выяснили, что новый дом, выяснили, что у нас управляющая организация на разницу в теплоснабжении, ну, извините, недоплачивала нам по году 300-400 тысяч. Хотя небольшой дом, абсолютно небольшой. Разница была интересная, что с нас брали по нормативу, то есть сколько положено, а управляющая организация тепловикам оплачивала по тарифу, то есть сколько фактически по потреблению, по норме, понимаете? И также у председателя сначала он разбирается со своей квартирой, то есть он понимает, где же у него экономия, где с него берут много или мало, а потом начинает понимать, что если он разберется не только сам, но разберется весь дом, то конкретно у этого председателя советного квартирного дома будет отремонтированный подъезд или будет, извините, нормальное крыльцо. То есть логика очень простая. Если каждый из нас с вами не будет свою собственность защищать, а как минимум просто еще с ней заниматься, то есть это наша собственность, мы ее приватизировали. Знаете, я, конечно, может быть, скажу несколько крамольную мысль сейчас, но у меня стойкое ощущение, извините, может быть, за сарказм даже, что второго варианта раздачи собственности Российской Федерации не будет. Приватизация началась с 91-го года, 25 лет в этом году, как она идет. И как-то ни в одной стране мира больше не раздают бесплатно квартиры и не просят еще приватизировать. Этого больше нет нигде. Либо мы поймем, что это наша собственность и будем с ней работать, ну, либо, как в известном, опять же таки, старом советском мультике, вы есть из-за меня еще будете, ага, это поймет кто-то другой, что и происходит сейчас. Когда мы не понимаем с вами зачастую, что это деньги наши на доме, и управляющие организации распоряжаются этими деньгами как собственными, поэтому интерес очень обычный. Сначала каждый в подъезде поймет, что это его деньги, потом на доме возникнет человек, который будет учесть эти интересы всех, прежде всего, в интересах своих личных, чтобы квартира не потеряла стоимость, чтобы она не стала дешевой, она осталась дорогой. Да, понятно. И вот вопрос полномочий часто волновал тоже старших по домам, потому что желание есть, и с управляющими компаниями общаться, что-то у них там узнавать и действовать, на них воздействовать как-то. А полномочий каких-то серьезных таких нет. Вот как решаются эти вопросы? И что сегодня вообще волнует председателей советов МКД? Вот вы же с ними общаетесь, они же высказывают свои какие-то. У нас сейчас в настоящий момент, возвращаясь к вопросу, сколько есть председателей, сколько нет, то у нас в базе уже сейчас в рамках Самарской области больше 15 тысяч председателей старших по домам. Естественно, все это собрано с учетом персональных данных, с учетом согласия. И, естественно, далеко не каждый, в силу, опять же, что мы общественная структура, можем каждого удовлетворить, давайте назовем так. Естественно, есть активные председатели, на базе которых мы планируем создать представительство, давайте назовем так, в каждом районе городского округа Самары. Дальше, соответственно, вот Сызране у меня буквально разговор был в выходные, там Тольятти, там своя история. Задача обучить как можно больше председателей именно правильным взаимоотношениям, в том числе с управляющей организацией, с ресурсоснабжающей организацией, чтобы это не уходило в эмоцию, чтобы это уходило в рассмотрение конкретного гражданско-правового договора, с учетом всех прав и обязанностей, которые есть у председателей. Очень интересная практика, когда сейчас у нас потянулись в виде старших, по-другому не могу сказать, или председателей МКД, собственники нежилых помещений, которые начали очень четко понимать, что не совсем понятно, почему с них берут 20 или 30 рублей с квадратного метра, не совсем понятно, почему с них берут столько или там много или мало за электричество или за тепло, и это становится вот осознаванием собственников, неважно жилых или нежилых помещений, что это собственность, и за нее нужно платить, начинается все больше и больше. А волнуют председатели, прежде всего, конечно, абсолютно правильно обозначили, то, что с ними далеко не все считаются. А для этого на всех уровнях, мы уже как ассоциация, буквально недавно было совещание у главного федерального инспектора, Чабана Сергея Яковлевича, где мы об этом тоже обозначили, проблему работы со старшими и принятие их как председателей многоквартирных домов, полномочия по закону даны все. Просто, к сожалению, проблема в том, что игроки рынка коммунальных услуг считают, что они пока могут играть в одни ворота. То есть это ресурсоснабжающая организация, это, опять же, такие управляющие организации, что равноправных отношений, абсолютно права, они не выстроились. И вот на это и будет направлена основная задача. Выстроить равноправные отношения, чтобы председатели Совета многоквартирных домов действительно были стороной по договору, представляли интересы собственников и с их голосом считались. Они просто рассказывали, что это какие-то бабулечки, которые здесь ходят. Поверьте, дорогие ресурсники и, соответственно, управляющие организации, эти бабулечки нам еще с вами очень много вопросов зададут, а мы им поможем найти ответы. Да. И вот очень важно, чтобы у председателей были замы, или команда, да, вот совет. Потому что, например, в нашем доме женщина уже пожилая, как мы вот говорим, председатель, но у нее зам довольно относительно молодой человек, очень неактивный, который сегодня набирается опыта, вникает во все, и я думаю, что впереди вот у него прекрасное будущее. И знаете, здесь очень важный вопрос, вот я сейчас обозначила как бы вот таким уже термином, но, с другой стороны, мне хотелось бы обозначить, что старший председатель, то есть старший многоквартирного дома, он старше-то зачастую называется именно старшим, потому что он больше нас многих понимает и уже понимает, что у него тоже другой квартиры не будет. И он переживает за это. Поэтому председатели, вне зависимости от возраста, 25, 35, 40, 70, неважно, важно, что этих людей хватает смелости работать с управляющими организациями, с ресурсниками, и они действительно готовы защищать наши с вами интересы. И наша задача совместная, эти интересы помочь им защитить. Они действительно грамотные, квалифицированные, и они переживают свое имущество, потому что им нужно оставить их своим внукам. У внуков зачастую не будет возможности это купить, и им нужно передать это имущество в нормальном состоянии. Вот если эту ситуацию развернуть к сезонным таким моментам, вот сейчас подключили тепло, как председатель Совета МКД может защитить своих жильцов, у которых нет тепла? Вот они как, вот механизмы какие у них есть? В таких ситуациях, вот что они могут сделать? Если конкретно на тепле, то ситуация, конечно, очень, вы знаете, плачевная, к сожалению. Ну вот. Плачевная объясняет, в чем... Казалось бы, все подключили, у всех все хорошо. А вот здесь очень интересный вопрос. Вы сейчас правильно обозначаете. Всем все подключили. Ну так контроль-то у нас, подключение, ведется на доме. В доме все подключили. На доме, так называемый, тепловой ввод, он произошел. Да, на нем, наверное, даже температура чуть ли не 100 градусов, или какая там положена, 60-70. Но никогда никто, за исключением председателя многоквартирных домов, и то только по ряду домов, не проводит контроль тепла в квартирах. Понимаете? У нас с вами получается так, что дом-то получил. В доме пришло тепло. А что происходит на пятом этаже, а что на первом? А насколько произведен пересчет? А что можно сделать? Поэтому здесь, если говорить о роли председателей Совета многоквартирных домов, прежде всего, это задача председателя, или наша общая задача, мы не можем это возлагать на председателя, можем только попросить об этом, помочь тем жителям, у кого нет пересчета, произвести этот пересчет. Потому что далеко не, как бы сказать, и не первый раз, и не последний, к сожалению, есть ситуации, когда люди годами не получают тепло. Либо неправильно сварили трубы, так называемая обратка, либо, в принципе, весь многоквартирный дом находится на обратке, то есть на конечке, когда действительно просто тепла нет. И здесь сейчас, если достаточно неплохо действительно, и вот в этой части ситуация далеко не плачевная, а качественная, что да, контроль вводов идет очень хорошо. Контроль, действительно, подача тепла в дома идет очень хорошо. А вот что дальше в доме происходит? И вот здесь председатели советов, сам совет дома, сами непосредственно собственники, они должны включиться в этот процесс, чтобы не ждать, когда через неделю, или через две, или через месяц придет к ним тепло, а в том числе хотя бы звонком сказать, что мы тепла не получили, то есть первое, проконтролировать, что тепла нет, пригласить к себе комиссию вместе с председателем совета, или хотя бы с советом дома. А потом зафиксировать ситуацию, когда это тепло дали. Потому что, о чем, опять же, говорят ресурсники, что зачастую, что тепла нет, нам сказали, а что тепло дали, нам не сказали. И у нас нет оснований для пересчета. Понятно, что они лукавят. Понятно, что это можно все вычислить. Понятно, что это можно все сделать. Но любой пересчет, то есть возврат денег, это деньги. И мы с вами должны научиться, опять же, говорю, не только платить, что очень часто председатели советов делают очень качественно. И все наши взрослые, взрослые собственники, мне не поворачиваться язык, по-другому их назвать, именно взрослые собственники, они платят хорошо. Так давайте, взрослые собственники, научимся и получать назад те деньги, если услуга оказана некачественно. Вот как раз к вопросу о том, что проблемы не решаются годами, как вы сказали. Может, годами в квартире не быть минимальной отоплений? Несколько дней назад у меня была женщина на приеме, у нее 4 года, нет тепла. Но это же страшно звучит. Страшно звучит еще. Знаете почему? Она отапливается электричеством и газом. А представьте, если что-то произойдет. То есть здесь ситуация с теплом зимой, да и, собственно говоря, и с водой, и без воды летом, она влечет за собой не только проблему одного собственника. Мы с вами всегда, еще раз говорю, крутимся только вокруг одного, что многоквартирный дом – это общая собственность. Пропорционально принадлежащая каждому. И если эта общая собственность будет совместными усилиями управляться так, как надо, то у нас с вами, извините, слава богу, опять же, в Самаре таких ситуаций нет. И здесь, конечно, что говорить. Наверное, не так все плачевно, как я сказала. Но тем не менее, ситуации в других городах, когда у нас были взрывы газом, и подъезды падают. Почему? А вполне возможно, что там не было тепла. И люди отапливались газом. Или отапливались электричеством. И происходят короткие замыкания, и происходят пожары. Поэтому проблема состоит в том, чтобы относиться к жилью не с позиции, мы включили и все, а с позиции, что мы живем все в едином сообществе, когда каждый отвечает за свои действия и последствия от того, что он произвел. Да. Так вот такой вопрос. Почему проблемы не решаются годами? Вот как можно ответить на это? Вот раз сигнал, год сигнал, опять отопление подошло, срок опять сигнал, а из года в год идет. Как вот эту ситуацию разрешить? Почему они? Эту ситуацию, на мой взгляд, и здесь других, на мой взгляд, вариантов нет, это решать только в правовой плоскости, выходить в том числе в судебном порядке, на взыскании. И мы это делаем сейчас. Вот, например, вот этой женщины, которая к нам обратилась, когда очень четко понятно, что она не получала эту услугу, доказывать в суде, конечно, этот вопрос будет прецедента. Получится, не получится, будем смотреть, будем прорабатывать все эти стороны. Но я считаю, что здесь доказать вариант, что она не получала тепло, это, собственно говоря, с завышенными стоимостью, которые она оплатила за электричество. На обычный чек, ну что там, телевизор, лампочка, правильно? А если у нее какие-то безумные цифры за электричество, опять же-таки, путем комиссионного решения вместе с председателем этого дома, и мы будем выходить в суд, как минимум, на возмещение за то, что она не получала, а как максимум, собственно говоря, за некачественную работу управляющей организации, возврат всех денежных средств в рамках трех лет срока исковой давности. То есть, если человек не получает услугу, он должен получить возмещение. Но мы же с вами привыкли все, извините, несколько перехожу на такую аналогию закона, мы привыкли, что если мы купили молоко, но молоко некачественное, мы его вернули, нам вернули деньги, правильно? Ну или там, мы сейчас не говорим о моральном вреде. То же самое здесь. Услуга ЖКХ подпадает под действие закона о, собственно говоря, защите прав потребителей, и все эти хождения вокруг и около должны закончиться в судебной плоскости. И, извините, здесь можно бить только рубля. Рассказывать сказки, кто, куда, зачем и чего, по-моему, на мой взгляд, уже достаточно. Пора уже четко понимать, что есть гражданско-правовый договор, есть гражданско-правовая плоскость, люди оплатили, они должны получить услугу. Если эта услуга не оказана, будьте добры, дорогие исполнители, верните деньги. Как минимум просто деньги, а как максимум еще с моральным вредом. Но поддержка председателей Советов МКД это, конечно же, активные жильцы Совет и жильцы сами. Какая работа ведется с тем, чтобы жильцы-то были сами активными, думали о том, что это их собственность, деньги и так далее. Вот знаете, еще хочу вернуться, вот раньше были традиции во дворах праздники, там выходили, пели, угощали друг друга. Вот это направление будет развиваться? Или это уже ушло? Зачем? Оно есть, оно очень активно идет. Его, конечно, нельзя говорить, что оно стало массово, праздник двора. Вы знаете, то есть нельзя, конечно, говорить, что праздники двора проводятся везде или в том или ином виде. Но, тем не менее, День соседа замечательный есть. Он как начал у нас отмечаться в мае месяце. Так, собственно говоря, мероприятие в рамках Дня соседа происходит и сейчас. То есть это помогает все равно в каком-то сплочении. Вы знаете, сплочение начинается, как бы опять же, может быть, несколько цинично не звучало. Когда есть проблема и есть вариант решения, и когда люди начинают понимать, что в доме что-то меняется. Ведь просто банальная аналогия, или знаете, статация факта. Если мы с вами проанализируем, где у нас оплачиваются коммунальные платежи с плюсом или с минусом, практически на 100%, ну, может быть, на 97%, скажем так, оплачиваются коммунальные платежи в ТСЖ и ЖСК. Там, где люди видят результат. А там, где у нас с вами мало понятно, за что я плачу пресловутые 22 рубля с квадратного метра, за обслуживание, или у меня течет вода, а мне пересчет не сделали, или у меня есть тепло, а пересчет не сделали, то в этом случае жители, конечно, просто перестают платить. Люди перестают платить, либо платят не в полном объеме, сами придумывают пересчеты. Да, конечно, потому что... Здесь вопрос же очень простой. Наш человек готов заплатить за услугу, которую он получил. По-моему, хватит уже заниматься, опять же, извините, очковчирательством, когда мы услугу оказали. Где эта услуга? Покажите, докажите. Там, где люди видят услугу и видят работу обслуживающей организации, неважно, кто это, ТСЖ, ЖСК, управляющая организация, они оплачивают. Там, где этого нет, то, собственно, и оплаты нет. И мы с вами можем очень долго обсуждать, а что, как, куда идти, судиться, не судиться. Вы понимаете, проблема вся в том, что мы можем замечательно разработать методички, мы можем сделать пересчеты, мы можем начать рассказывать, как, куда идти. А люди, когда поймут, что это все очень долго и сложно, они просто перестанут платить. И что мы тогда будем делать? Поэтому задача основная и ассоциаций, и председателей старших по домам, и, собственно говоря, самих жильцов, ну, жильцов, конечно, в меньшей степени, и органов власти всех уровней, именно подвести всех к такой черте, к такой ситуации, что это взаимовыгодное сотрудничество, гражданско-правовые отношения, где, собственно говоря, товар, деньги, товар, все, ничего больше. Чем проще, тем лучше. Чем проще, тем лучше. И когда мы с вами это поймем, и на всех уровнях это будет абсолютно понятно и прозрачно, то и платежи поднимутся, и качество услуги, прежде всего, естественно, сначала увеличится, а потом платежи поднимутся, и пересчет будет произведен тем, кому он должен быть, понимаете? И тогда действительно людям будет невыгодно не платить. Им будет выгодно понимать, что их дом обслуживается, в доме есть вода и тепло, но это ни в коем случае не задача председателя по домам. Это прежде всего задача тех, кто получает денежные средства. И, к сожалению или к счастью, немаленькие. Другой вопрос. Не надо придумывать и, как бы это сказать, крутиться вокруг и около. Не надо менять организацию одну на другую, понимаете? И менять там ИНН и расчетные счета. Давайте все-таки честно понимать, что ЖКХ это большой рынок, и на нем надо работать с учетом рыночных отношений. А не пытаться пользоваться тем, что до сих пор председатели многоквартирных домов не до конца все понимают. Не надо их гонять по кругу. Сделайте вы день открытых дверей. И хотя бы раз в квартал рассказывайте, куда деньги уходят. И, глядишь, платежи поднимутся. Да, но пока вот невыгодно рассказывать. Абсолютно. Нет, нет. Абсолютно правильный вывод, который мы сделали. Воздействие, да, чтобы это было нормальной практикой. Вы знаете, я думаю, что еще полгода это будет выгодно, потому что платежи падают колоссально просто. И старшие по домам председатель многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК, ну, их в меньшей степени это касается, они приходят об этом и говорят. Нет, мы не понимаем, что делать. Мы можем включить всех с вами приставов, которые будут арестовывать все, что угодно, но это не приведет к платежам. Приведет к росту платежей и к расшиванию этой ситуации взаимовыгодная работа между ресурсниками, управляющими организациями и председателем многоквартирных домов. А мы со своей стороны, председателем, будем со страшной силой или бесстрашной силой просто действительно помогать. Потому что все живут в многоквартирных домах, все хотят получать воду, газ и тепло, все хотят приходить в нормальную квартиру. Поэтому, собственно говоря, это нормальное человеческое желание. Нужно в людях поддерживать, а не пытаться на нем просто играть. Вот мы говорим про дом, ресурсоснабжающие организации и так далее. Это мы разобрали. Но есть же еще и двор. Вот меня всегда волнует, как можно решить какие-то элементарные проблемы при помощи тех же председателей Совета ФМКД. Допустим, годами стоит машина. Стоит, стоит, занимает вот место парковочное. И вот, как вы говорите, годами и никто, и все ходят мимо, и никого это не волнует. Или еще что-то там, сломалось качели, вот она год сломанная, два, три. Вот в этом отношении, в практичном, вот председатель Совета ФМКД, какой механизм? Вот здесь ситуация несколько другая, потому что придомовая территория, если она не оформлена многоквартирным домом, то это, по сути, собственность муниципалитета. И если мы с вами говорим... А можно оформить, это тоже прибыль будет принесить. Конечно, конечно. Можно оформить, такие практические ситуации уже есть в центральных районах, там Октябрьский, Самарский, когда многоквартирные дома начали оформлять эту землю. Потому что это важно, прежде всего, для того, чтобы на эту землю не зашел кто-то чужой. И тогда у нас с вами решается в том числе вопрос по точным застройкам. Но возвращаясь, о чем вы задали вопрос. Вот если говорить о так называемом брошенном имуществе, то здесь, конечно, это органы правоохранительные, они должны этот вопрос решать. И задача не только председателя. Здесь необходима комиссия, которая вместе с... Ничего страшного в этом нет. Акты, они существуют, их нужно направить. Другой вопрос, что здесь необходимо проконтролировать, чтобы убрали. Нашли собственника, заставили его убрать. Но если, опять же, мы не будем за этим следить все вместе, Да, вот вопрос-то в чем? Вот элементарное дело, казалось бы, ну не так уж, не такие огромные затраты убрать. И будет место свободное, и всем как-то вот... А вот опять же годами не делается. Это так называемое... Вот один из вопросов, которым мы в том числе занимаемся, это межведомственное взаимодействие. Когда та ситуация, которая попадает, собственно говоря, на стыки компетенций, а это у нас с вами фактически и администрация района, и администрация города, и, собственно говоря, правоохранительного органа в виде, собственно, участкового и там полиции. Вот когда эти ситуации не решаются, вступают, в том числе, вступаем мы как ассоциации, объясняем, что с этим делать, и куда бежать, и, самое главное, контролируем результат. Вот чтобы таких ситуаций становилось как можно меньше, и годами они все-таки не разрешались, а приходили к логическому завершению, мы сейчас работаем над таким документом, который называется реестр компетенций. Когда очень четко будет разложено, да, это будет документ, как минимум там вот сейчас уже пять страниц, как минимум семь, где будет четко расписано вот дорожка, или там опять же лавочка, куда идти. После того, мы этот реестр уже разработали, на этой неделе планируем рассылать в полномоченные органы, чтобы в конце концов муниципалитет сказал, да, это мы. ГЖИ сказала, да, это мы. Правоохранители сказали, да, это мы действительно к нам. Чтобы у нас не получалось, что какие-то ситуации не учтенные. Я понимаю, что это звучит очень несколько, не так, наверное, интересно и пиарно, но вы знаете, конечно, пока мы с вами не сделаем и не разошьем каждую ситуацию в разные структуры, и не определим одного ответственного, у нас с вами ситуации так и не будут решаться годами. Потому что, как известно, семья нянек, дитя без глаза. Давайте, во-первых, протипизируем, и здесь огромное спасибо председателю многоквартирных домов, старшим по домам, ПСЖ, ЖСК, за то, что они давали этот материал. Мы сейчас это все протипизировали, следующий этап вместе с ними расшить это по всем компетентным органам. То есть управдом остается другом человека. И другом, и помощником, и братом, и практически членом семьи. Все, спасибо большое за то, что пришли так просто и на примерах рассказали об этой ситуации, которая сегодня складывается. Спасибо вам за внимание, всего хорошего. До свидания. До свидания.